всем привет лично я всегда жду чего-то хорошего чудес на новый год цветов на 8 марта и да когда я заглядываю в почтовый ящик то жду писем хотя это очень наивно потому что письма в конвертах мало кто отправляет а почтовые ящики это теперь склад для хранения рекламных листовок заглянешь чего там только нет стоматолог вашем доме доставка пиццы продам холодильник и среди всего этого где-то на дне прячется квитанция за прошлый месяц так вот новость которую оценят те у кого почтовый ящик переполнен и терпения тоже сейчас готовится законопроект который запретит закидывать рекламы жильцов без их разрешения в проекте уточняется что подъезд и почтовые ящики это общее имущество собственников квартир и только им решать что куда и как закидывать продолжаем ждать позитивных перемен и начинаем наш утренний вестник что-то новенькое премьера на вете идем на восток пермики на восточно-экономическом форме платье плата и платок что общего ответ в словарном запасе иначе не прокатит электросамокаты придется ставить на учет а у нас премьера и это будет что-то новенькое что-то новенькое так называется проект валерии ермакова и он обязательно сегодня появится в эфире но вот когда именно я вам не скажу так что следите внимательно не пропустите добавлю только что идея этой передачи мне близко она о том что учиться никогда не поздно и всегда можно попробовать то что вы еще никогда не делали хотя если в детстве родители водили вас по всяческим кружкам найти что-то новенькое бывает трудно более четверти опрошенных ходили в музыкальную школу 17 процентов ничего из предложенных вариантов не посещали и предложили свой вариант в комментариях а это стрельба лыжи и настольный теннис 15 процентов респондентов занимались танцами 10 художественной гимнастикой столько же спортивными единоборствами 8 процентов ходили на изо 4 на фигурное катание 6 процентов обучались театральному искусству 2 процента вокалу мы спросили у пермяков и какие кружки они посещали в детстве и вот что люди говорят модельное агентство и на плавание ходила а сейчас сейчас танцами занимаюсь я занималась балетом 6 лет сейчас занимаюсь танцами ходил на плавание достаточно долго где-то 8 или 7 лет так сами захотели или родители отдали ну сам захотел у меня брат долго тоже занимался но потом родители как бы тоже повлияли а потом мне как-то надоело много секций самых разнообразных то есть я ходила на профессиональное плавание в театральную студию вот очень долго ходила в танцевальную студию шахматами занималась волейболом самое последнее чем я занималась это была театральная студия 5 лет вообще никуда вообще никуда ну я в деревне жил там не было никаких секций ничего в деревне другие дела все равно это как секция практически работа была на такую деревню на танцы ходил на танцы сами захотели пойти нет сначала мама отправила потом ну сама захотелось сколько лет мне было шесть опять уже исполнялось 6 мы занимались растяжкой то есть шпагат и в целом ставили интересные танцы то есть у нас была студия которая занималась современной хореографии грекримская борьба скалолазание фехтование все только много сами захотели пойти нет родители родители и девочка борьба полгода фехтование три месяца скалолазание что-то тоже полгода было потом не захотели просто да устал дзюдо биатлон лингвистическая студия но вот больше спорта так я так понимаю да вот это так для поддержания так сказать физической формы хорошей ну и общение с верстниками рослесхоз сейчас разрабатывает новые механизмы работы с теми кто собирает грибы ягоды орехи и травы в лесу ведомство планирует выдавать квоты на сбор очевидно что это очень большая и недооцененная отрасль лесного хозяйства и вряд ли кто-то будет следить сколько какая-нибудь бабушка нашла маслят речь про тех кто это делает в крупных масштабах сбор должен быть восстановленные сроки и щадящими методами говорят ведомстве и это справедливо но вы на всякий случай пользуйтесь моментом сходить в лес пока можно а то вдруг будут квоты для всех по килограмму клюквы в одни руки в любом случае интересно как решится этот вопрос но мои коллеги внимательно следят за новостями и они подготовили обзор в августе цены в пермском крае выросли по сравнению с июлем на три десятых процента об этом сообщает пермстат лидерами по росту стали сосиски и сардельки плюс 13 с половиной процентов свинина почти девять с половиной процентов и окорочка куриные более шести процентов цены на фрукты сухофрукты груши яблоки виноград и орехи снизились за исключением бананов лимонов и апельсинов которые стали дороже по сравнению с июлем передает коммерсант при камне лидером по росту цен среди непродовольственных товаров стали фотоаппараты часы и ювелирные изделия стоимость легковых автомобилей поднялась на два процента вновь подорожало моторное топливо более всего в августе увеличилась стоимость бензина марки а и 98 плюс 3 целых и две десятых процента и дизельного топлива более трех процентов современный большой лицей в микрорайоне погода в нем учатся дети и из квартала и во спортивная ну а кратчайший путь к знаниям пролегает как раз через выезд садовый и дети предпочитают перебегать оживленную трассу вместо перехода по светофору просим напоминать детям о правилах перехода проезжей части правилах проезда на двухколесном транспорте безопасно выходе из общественного транспорта школах классные руководители ведут пропаганду безопасного дорожного движения ежедневно в игровой форме с детьми с участием сотрудников гибдд для подростков необходимо безусловно чтобы эти нормы культивировались в семье сначала года на территории перми зарегистрировано 80 происшествий в которых травмы получили 84 ребенка 21 дтп произошло по вине детей сотрудниками госавтоинспекции принимаются ряд дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и недопущению правонарушения и дтп именно на этом участке дороги подготовлены инициативные письма в администрацию города перми учебное заведение также выставлен наряд дорожно-патрульной службы для превращения дорожно-транспортных происшествий и нарушений допускают со стороны несовершеннолетних при выявлении нарушений на этом участке дети будут доставляться в отдел полиции после чего работа уже будет проводиться непосредственно с родителями юных нарушителей в пермском крае региональное министерство территориальной безопасности начало обсуждать вопрос введения тихого часа предлагается ограничить в дневное время например с 13 до 15 часов проведение строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах чтобы дать возможность отдыха детям и пожилым людям передает агентство текст чтобы узнать мнение жителей края на этот счет ведомство запустило опрос нужно ли вводить тихий час в многоквартирных домах в опросе приняло участие без малого 2000 пользователей социальных сетей 68 процентов опрошенных поддержали введение в многоквартирных домах тихого часа в дневное время сегодня в пермском крае согласно закону о тишине запрещается шуметь ночью в рабочие дни с 22 часов до 7 утра выходные и праздничные дни с 22 часов до 9 часов утра региону придется изыскивать 1 миллиард рублей в случае если из реконструкции часовского моста выйдет компания инвестор работы на этом объекте сейчас фактически заморожены вариант окончания работ только силами бюджета региона не исключил губернатор при каме дмитрий махонин в эфире радио комсомольская правда у основного подрядчика по этому объекту сейчас идет смена управленческой команды нас это абсолютно не устраивает заявил губернатор он подтвердил что краевые власти рассматривают возможность выйти из договора концессии провести реконструкцию моста самостоятельно в этом случае региону придется вложить сумму которую в проект инвестировала частная компания с другой стороны это позволит не вводить платный проезд по сооружению который должен был обеспечить возврат частных инвестиций два других варианта краевые власти увеличат участие в концессионной компании и достроит объект или нынешний подрядчик исполнит свои обязательства объект в любом случае будет достроен пообещал дмитрий махонин реконструкция старого моста должна была стартовать еще в январе сразу же после ввода в строй второй очереди сооружения но этого так и не произошло на урале хорошо а на востоке еще лучше развитие дальнего востока является приоритетом для нашей страны на весь 21 век об этом сегодня говорят на самом высшем уровне столице приморья сейчас проходит восточно-экономический форум но и мы не остались в стороне пермская делегация тоже во владивостоке принимает участие в этом мероприятии все подробности в сюжете подписаться соглашение сотрудничестве сфере развития технологии искусственного интеллекта сбербанк и пермский край теперь будут вместе развивать искусственный интеллект его внедрение поможет развитию прикамской медицины безопасности сферы жкх соглашение об этом подписано руководством банка и края на восьмом восточном экономическом форуме сегодня тем временем опыт применения высоких технологий в прикамье уже вызывает интерес от других регионов системы лесохранители данные умных камер которых края уже больше 50 помогут республике коми сберечь леса от пожаров документ об обмене информации предполагает тесное сотрудничество субъектов соседей это повысит в первую очередь качество и оперативность реагирования на возникающие пожары и я думаю что совместно мы не будем ну в первую очередь допускать их распространение второе это даст нам возможность быстро их ликвидировать двигателем экономики сегодня стала культурная сфера особо актуальна для пермского края современная повестка российского кинематографа и ей сегодня на форуме была посвящена специальная сессия кинопроекты как метод продвижения регионы развития новой индустрии уже позитивный опыт при каме в этом году в регионе снимают 15 кинолент а это в три раза больше чем в прошлом не меньше внимания достается спортивной сфере стенд минспорта россии на вэв для края в этом году знаковое место огромное удовольствие вот сегодня в такой мощной команде и мы традиционно министерство спорта здесь представляем и итоги и перспективы нашей совместной работы регион готовится принять всероссийский форум россия спортивная держава он стартует в перми 19 октября на форуме обсудили финишные приготовления объявили о дополнительных авиарейсах москва перемосква в дни проведения мероприятия восточный форум в целом стал для при каме площадка по укреплению внешнеэкономических связей возможности промышленности края в скором времени будут представлены на международной площадке в индии в двадцать четвертом году начале февраля планируется опять же выставка стендов нашими основными производителями на индийской энергетической неделе мы поговорим с нефтегазовыми компаниями индии поговорим еще с теми секторами где нам интересно с точки зрения поставки нам как автокомпонентов так и в общем то производства станков площадки восьмого восточного экономического форума завершат свою работу завтра встречи соглашения договоренности достигнутые за время их работы несомненно найдут свое отражение в экономике при каме в ближайшее время валентина ткач телекомпания верта пермский государственный гуманитарно-педагогический университет один из старейших вузов на урале мне нравится каким удается сочетать интересные исторические пространства и новые современные каворкинги а их знаменитый дом с куполом который стоит на углу улиц сибирской и пушкина здание главного корпуса которое между прочим еще старше чем сам университет удалось запечатлеть в проекте пермь на картинах смотрим история при камье в картинах бориса сатюкова при поддержке компании лукойл пермский педагогический университет до 1917 года улица сибирская где располагается здание педуниверситета была главной в перми неудивительно что именно здесь в начале десятых годов двадцатого века было решено возвести здание губернской управы по сути администрации в трехэтажном кирпичном строении также разместилась и губернское земское собрание в 1916 году здание было передано для нужд недавно созданного пермского университета какое-то время здесь располагались правления вузы и педагогический факультет в 1930 преобразованных самостоятельный институт а здание управы стала его главным корпусом в годы войны здесь разместился эвакогоспиталь но потом после капитального ремонта в здание снова заехали студенты и преподаватели в 1994 институт стал университетом а с 2012 он называется пермский государственный гуманитарно-педагогический университет сейчас здесь обучается свыше 7 тысяч студентов это даже не новость а так скорее намерение так что вы раньше времени не пугайтесь с интересной инициативой выступил один из депутатов законодательного собрания санкт-петербурга он предложил приостанавливать право управления транспортным средством ну то есть замораживать водительское удостоверение если у водителя 10 или более неоплаченных штрафов трудно сказать поддержит ли эту идею но у этого депутата еще множество задумок можно сказать богатый законотворческий потенциал ранее он предложил считать участие родителей в школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте о чем еще пишут издания в рубрике пресс-парад сотрудники таможенного поста в аэропорту большое савина обнаружили в багаже пассажирки икону с изображением богородицы женщина вылетавшая из пирме в стамбул проходила по зеленому коридору и таможенную декларацию не подавала данный предмет относится к категории культурных ценностей подлежит таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории и аэс сообщил начальник таможенного поста дмитрий шумков по факту произошедшего возбуждено два административных дела родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать и получать пособия по уходу за ними соответствующий проект приказа разработал минтруд по словам главы ведомства антона катюкова современный рынок труда предусматривает различные формы занятости в том числе удаленную работу либо неполный день в министерстве напомнили что сейчас размер выплаты родителям и опекунам детей инвалидов составляет 10 тысяч рублей пособия могут получать только неработающие граждане число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в марокку увеличилось почти вдвое достигнув пяти с половиной тысяч человек об этом сообщила мвд королевства на своем сайте наибольшее число погибших зафиксировано в провинции эльхаус экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы несмотря на рост числа погибших и пострадавших а также колоссальные разрушения мид марокка ранее передал алжирскому консульству официальное послание в котором отказалась от предложенной ему страной соседом помощи вот и лето прошло словно и не бывало хотя для кого-то это время запомнится на всю жизнь лето в нашей стране традиционно это же свадебный сезон и в связи с этим один крупный ювелирный бренд проанализировал продажи колец для новобрачных в разных уголках россии и составил свой обручальный индекс так вот пермь вошла в топ-10 городов по числу покупок на первом месте в рейтинге москва индекс составил три именно столько изделий приходится на каждую тысячу жителей ну и как выяснилось москвичи в этом вопросе не скупятся средний чек на символ верности 11 877 рублей на втором месте в обручальном рейтинге оказалась тюмень с показателем 2,8 средний чек на окольца составил 10 372 рубля что всего на 2 процента меньше чем этот же показатель по стране замыкают тройку лидеров сразу два города екатеринбург и ярославль там на каждую тысячу жителей было куплено по два с половиной обручальных кольца что касается перми то у нас индекс составил 1,8 именно столько изделий приходится на тысячу жителей краевой столицы и судя по цифрам пермики люди бережливые они отдают за окольца меньше всех по стране по размеру чека город находится в самом конце списка всего 8 342 рубля такая сумма получается если посчитать среднее арифметическое ну а месяцем самых активных продаж стал июнь вот такую статистику наблюдают производители ювелирных украшений знаете иногда читаешь биографию великого человека и удивляешься михаил васильевич ломоносов в 19 лет пешком ушел в москву несмотря на бедность жил на один алтын в день ломоносов учился или вот александр ильич букерев наш профессор декан биологического факультета ректор пермского университета родился в семье крестьянина но это не помешало ему стать великим ученым главная улица кампуса носит его имя а теперь появилась выставка в его честь все как в реальности здесь александр ильич писал статьи за этим столом создавал биологический рисунок рыбы и работал с микроскопом ну а здесь играл в шахматы после тяжелого рабочего дня сегодня студенты и преподаватели пермского университета в буквальном смысле смогли погрузиться в будни ученого и узнать как проходил денег теолога мы постарались здесь привлечь ну для нас это новинка да привлечь разные формы разные формы вовлечения посетителей до в жизнь или в день один один день из жизни александра ильича записали небольшое небольшое аудио сделали такие вехи основные на таймлайне и постарались создать атмосферу рабочего кабинета и домашнего кабинета на выставке представлены и макеты рыб которые изучал букери в им около 70 лет более того европейских хариус и ручьевая форель одни из любимых рыб ученого преподавал на кафедре зоологии позвоночных пермского университета позже стал ректором в 30-е годы обнаружил неизвестную ручьевую форель в каме описал ее но а название выставки говорят ли рыбы это отсылка одноименной статье букерева как выяснил ученые водные обитатели действительно говорят и даже слышат саму выставку организаторы готовили более двух месяцев на ней представлено больше ста экспонатов в этом зале совмещены как старые вещи то есть из прошлого но и также и современные то есть это все выглядит очень эстетично очень красиво разные фотографии архивы даже милые вещи как игрушка например из личного пользования и это все правда удивляет потому что человек жил вроде бы недавно но столько лет уже прошло но люди смогли воссоздать эту атмосферу выставка посвящена 120-летию со дня рождения александра ильича букерева для пермского университета это особая дата поэтому организаторы и создали уникальную экспозицию изучить ее можно до конца октября екатерина куликова виктор морозов телекомпания вета в петербурге появился огромный болт на месте парка который строит уже 10 лет как вы понимаете он не настоящий это арт-объект который стал веским аргументом в результате застройщик пообещал что зона отдыха все же будет года через два готова здорово правда немного завидую художникам они всегда придумают что-то новенькое кстати что-то новенькое появится прямо сейчас в эфире новый творческий проект от телеканала ветта диджей это не человек который просто ставит трек за треком на какой-нибудь вечеринке это деятель искусств который наравне с музыкантом или композитором создает музыку профессия творческий техническая и освоить ее базы нам поможет диджей с трехлетним стажем вера белых в один момент вера белых поняла что профессия провизора не для нее отучилась на диджея а сейчас и сама обучает ремеслу изначально человеку рассказывают вообще как попасть в квадрат это такая структура трека как пользоваться оборудованием какие есть вообще виды оборудования и какие можно купить самостоятельно домой также мы рассказываем как нужно вести себя конкретно на выступлении как себя ставить как выглядит образ никнейм объясняем человеку как именно заводить толпу у профессии диджей нет возраста несколько лет назад на музыкальные сцены москвы ворвалась новая звезда зарина сейчас ей почти 60 лет а британка root flowers начала крутить пластинки в 69 таких примеров немало какие работы для людей которые выбирают диджей это клубы бары гастрозаведения выступления на различных мероприятиях от допустим день города это может быть единичное выступление может может быть гастроли в другие города а также человек может быть постоянным резидентом какого-либо заведения или нескольких сразу может стать арт-директором заведения организатором вечеринок мероприятий на одной из российских платформ по поиску работы сотрудников с начала года было открыто всего три вакансии для диджеев и 10 резюме и не из-за отсутствия спроса просто в этой сфере все друг друга знают и до продолжительного поиска работы или сотрудника попросту не доходит поднимается сразу сразу это пока нет видишь его нет вот сейчас он появляется здесь заработок диджея может составлять от 1000 рублей в час до двухсот тысяч рублей в час и даже больше все зависит от опыта известности или чью музыку он играет все таки чью-то или свою раз два три 4 5 6 7 8 9 я свела свой первый трек затраты на оборудование начинаются от 40 тысяч рублей вклад в себя если мы говорим про курсе диджеинга тоже в зависимости от потребностей и возможностей обычно они стоят от 20 тысяч до 120 тысяч рублей за обучение видишь разные колонки звук идет вот только надо да обязательно научиться ими пользоваться потому что не во всех моментах трека они используются и как бы их нужно запускать вовремя и вовремя убирать ну в принципе пару месяцев занять и можно уже выходить на работу ну конечно если вы поймете что это все таки ваше любимое дело но если нет то попробуем что-то новенькое уже в следующей программе удивительная история произошла с моей знакомой во дворе своего дома прямо на контейнерной площадке она увидела выброшенные кем-то старые фотографии причем не семейные снимки а городские пейзажи решение было принято моментально она их подобрала и унесла домой это была внушительная пачка старинных черно-белых снимков тихого компроса фотографии как оказалось были сделаны примерно в пятидесятые годы двадцатого века они обычные находки написали пермские журналисты в этой истории уже более 900 лайков в сети и я тоже ставлю лайк порой то что на первый взгляд кажется мусором несет ценность и об этом наш следующий сюжет заходим в обычную лаборантскую и подходим к необычным и даже волшебным шкафам открываем так давайте посмотрим и кажется все такое привычное в каждом доме есть а нет так тут у вас зажигаю колотые чашки это что значит да смотрите колотой чашки это большая ценность потому что студенты должны знать внутреннюю структуру керамического изделия определить вид керамики от этого уже зависит и оценка качества какой стандарт выбрать то есть это все важно иметь значение это учебные пособия для обучения студентов которые обучаются по специальности и направлению товароведения экспертиза товара получается чтобы точно определить качество товара надо посмотреть его в разбитом виде а вы не били вот те же чашки когда нибудь но чаще всего эти сколы образуются случайно но иногда приходится и что здесь еще есть такого любопытного и интересного на самом деле вот это все собиралось в течение 60 лет поэтому здесь есть буквально 60 лет нам на будущее нашему учебному заведению вот сейчас вы фактически не найдете институт имени плеханова уральский филиал сейчас 2013 года раньше мы были РГТУ российский государственный торгово-экономический университет а еще раньше мы были самостоятельным учебным заведением то есть был техникум затем уже растете высшее учебное заведение да ой так тут и котики тут изделие из пластмассы и стаканчики а я вам смотрю тут еще шкафы а давайте мы их тоже откроем не разбить бы а то знаете получится еще один экспонат о а это вообще платяной шкаф с шубами какими-то детскими вещами это для чего вот казалось бы это все устарело это не соответствует моде но тем не менее опять же грамотный товаровед эксперт он должен знать и все детали и строчка и отделка и это уже не зависит от кроя современного то есть это все тоже для обучения для подготовки товароведов эксперт мы сейчас громко разговариваем на самом деле за стеночкой уже идут занятия представляете когда кому-то из студентов дома говорят ой это наверное на свалку надо выкинуть нет нет ни за что потому что это пригодится для отец не просто для оценки качества а еще и обучение да для обучения экспонат это это звучит наталья тиньковская виктор морозов телекомпания витта в одном французском городке появились необычные дорожные знаки они просят водителей ехать помедленнее так как на дороге могут встретиться кошки ежи или лошади инициатором установки знаков стал основатель местного кошачьего приюта который увы хорошо знаком что такое животное на дороге общественник смог донести свое предложение до мэра и найти финансирование кстати знаки не защищены авторским правом так чтобы любой город в мире мог сделать аналогичные но у нас в россии таких знаков вроде бы нет но есть нечто подобное осторожно на дорогах могут быть олени ну и в продолжении темы новости автомир а жители россии будут регистрировать электросамокаты в федеральном реестре по данным издания коммерсант соответствующий проект дорожной карты разработали представители министерства транспорта постановка на учет средств индивидуальной мобильности позволит контролировать технику принадлежащую физическим лицам при этом все аварии произошедшие с участием сим будут попадать в отчетность росстата система регистрации средств индивидуальной мобильности будет похожа на постановку автомобилей на учет в гибдд процедура внесения техники федеральный реестр станет государственной услугой регистрировать данные электросамокатов обяжут как физических так и юридических лиц в москве продают культовый 600 из гаража особого назначения речь идет о mercedes benz s-class в кузове v140 списанном из подразделения федеральной службы охраны на удивление комплектность сохранена на броневике остались аутентичные синие спецсигналы и антенны спецсвязи хотя секретная аппаратура отсутствует за автомобили 1995 года выпуска с пробегом в 105 тысяч километров хотят выручить 6 миллионов рублей 600 окрашен фирменный темно-синий цвет судя по автотеке автомобиль не ремонтировался и не попадал в дтп хотя все 28-летнюю историю броневика по онлайн-сервису оценить невозможно впрочем долгой эксплуатации федеральной службе охраны означает что аварий не было в противном случае машину бы списали раньше красное вино разлилось рекой по улицам португальского города анадия там взорвались резервуары на местном винзаводе в общей сложности вылилось более двух миллионов литров алкоголя компания уже взяла на себя ответственность за ущерб который она могла нанести жителям а городской совет утверждает что не допустил попадание вина в реку и возникновение экологической катастрофы винопроизводитель обратился к местным жителям с призывом сфотографировать ущерб нанесенный разлитым вином чтобы можно было компенсировать все понесенные потери бывают ситуации когда приезжаешь на съемку и люди вокруг начинают фотографироваться но не с тобой а с оператором но я нисколько не расстраиваюсь наоборот приятно погреться в лучах его славы есть у нас в человек который благодаря своему яркому образу приобрел известность в широких кругах вот вам подсказка все дело в шляпе хотя нет все дело в таланте смотрим сюжет владислав рашидов оператор художник поэт и да он умеет играть на варгане что ж впереди еще много волшебства ведь вечер только начинается кручу и ручу хочу получу это картина проникновение это когда я уже захотел созревал перебраться в перьем я был здесь наездами и когда только ее я ее сотворил соорудил я перелегла в перьем мимика алхимика так называется выставка владислава рашидова в пермской арт-резиденции накануне состоялось открытие и вот что люди говорят удивительно какое-то сочетание средневековой какой-то мистики вот этой вот готики какого-то фольклора какого-то вот это западноевропейского и хулиганство вот такого вот милого очаровательного хулиганства еще в девятом классе владислав рашидов окунулся в рок-н-ролл что было дальше мы не знаем но больше десяти лет назад он появился в перми говорят его картины хранятся в частных коллекциях голландии израиле сша и канады он уже не раз представлял свои работы но впервые получил возможность открыть персональную выставку идею поддержал юрий лапшин который очень любит загадки это объекты это все то что у него сделано это объекта они материальны но за этой материальностью из того что сделаны скрыты смыслы те смыслы которые он вкладывает и я люблю разгадывать это рок-н-ролл это рок-н-ролл но понимаешь ну нельзя привязываться точно какой-то формулировки это сва-бо-да анастасия петухова татьяна сарамотина телекомпания вето оказывается раньше расплачиваться можно было платьями ну вот хотя бы этим а наших причудливых нравах рассказывают тексты десятого века привожу цитату если у кого есть дочь что царь берет себе по одному из платьев а если сын то также по одному из платьев что это значит наряд отдавали как нечто ценное поэтому неудивительно что есть тонкая ниточка которая связывает платье со словом а вот с каким узнаете прямо сейчас передаю слово наталья теньковской что такое плата смысле платить расплачиваться и еще причем тут платье а очень даже причем потому что когда-то на руси платили платьями неожиданно но конечно но давайте подключим логику уплаты и платье один корень плат так так а что такое плат это отрез кусок материи ткани а платье это одежда состоящая из множества таких кусков и вот когда еще не было денег вход шли в качестве оплаты товаров и услуг отрезы ткани поэтому плат кусок материи имел второе значение плата за что-либо и было подобное не только на руси слова платить точнее платите встречается во всех славянских языках сербском словацком польском потому что появилось слово в праславянскую эпоху то есть еще до разделения славян но очень древние представьте веки и так в пятом монета у нас еще не было и народ расплачивался чем чем-нибудь ценным а что это могло быть ну конечно пушнина например название древней русской весовой и денежной единицы это куна то есть куница ее шкурки всегда выступали валютой в хорватии между прочим это куна до сих пор в ходу но в смысле монеты конечно в общем если уж глубоко копать архи древние то есть про индо европейская плат нам в помощь слово можно перевести как большой и плоский кусок чего-либо хоть шкуры хоть поляны хоть просеки в лесу и вот пример немецкий плац он тоже оттуда заплатка платье полотно платок родственные слова из швейного мира получается не только из него история хранит связь денежных и тканевых единиц теперь ты знаешь больше молодец в пермском крае сохраняется высокая активность клещей да это связано с благоприятными погодными условиями впреками солнечно и тепло поэтому в региональном управлении роспотребнадзора призывают жителей по-прежнему соблюдать осторожность при посещении лесов парков скверов садов и огородов использовать репелленты а также проводить цитирую сама и взаимоосмотры ну вы поняли берегите себя и своих близких хорошего дня и замечательного настроения всем пока пока